Всем привет, меня зовут Диана, и это видео будет почти про весь мой бумажный мерч, который я сделала с момента последнего видоса, который выходил примерно год назад, и я там показывала свои первые открытки. А для тех, кто не знает, под бумажным мерчом я имею ввиду мерч, который я делаю прям полностью сама. Я перерабатываю бумагу, занимаюсь этим уже несколько лет, и только последний год я решила, что это можно как-то превратить в свой мир, чтобы это было моей как бы визитной карточкой, так скажем, да. И за весь этот год я очень много чего сделала, как мне кажется, особенно зная, как долго делается эта бумага. Я точно много чего сделала, и как раз в этом видео я вам все расскажу, покажу. Все это время я продолжала готовиться к арт-маркетам и выходу на оффлайн-полки, а еще на зон. И вот в этом видео я решила, что нужно собрать какую-то такую компиляцию всего, что я успела сделать за этот год. Кстати, подписчики в Телеграме видели раньше всех все. Я там все сливала, показывала, и потом это становилось товаром ВКонтакте. Поэтому вот, если вам интересно видеть все пораньше, присоединитесь туда. Ну и как бы все представленные товары, понимаете, вы можете купить у меня ВК на зоне и также на оффлайн-полках по адресу Самара Ленинградская, 55. И с 15 мая открывается новый магазин Полки Чудес в Питере по адресу Лиговский проспект, дом 74, литера D. Так вот, сама реклама чуть-чуть прошла. Хотя все это видео, наверное, будет саморекламой. Ну, в общем, бумажный мерч. Как я уже сказала, я перерабатываю сама бумагу, использованную, естественно, не чистую. И не туалетную бумагу я перерабатываю, а то у меня есть видос, один из самых первых, где я как раз показываю, как я перерабатываю бумагу. И под этим видосом, конечно, столько умников набежало. Ой, это ужас какой-то. В общем, да. Я просто перерабатываю использованную бумагу, которая больше никак мне не нужна. Какие-то там старые записные книжки, ежедневники. И в результате он становится такой вот красивый, очень приятный на ощупь. И, конечно же, уникальный, потому что каждый листочек в своем роде уникальный, даже если они все одинакового цвета. Потому что именно конечный результат, он никогда неизвестен, грубо говоря, даже мне. Вот эти вот крапинки на листе, они тоже образуются как бы рандомно. Но меня всегда это впечатляет. И каждая открыточка, гирлянда и все остальное, все, что я делаю из бумаги, получают все таким уникальным, своеобразным и привлекательным, как мне кажется. И да, мне это очень нравится. Я бы не хотела переставать делать бумажный такой мерч. Я хотела бы с вами как-нибудь поговорить про вообще про мерч. Хотела бы снять про это отдельное видео. Что я думаю про свой мерч, про мерч других людей, так скажем. И что вообще я собираюсь делать. Но это все будет в другом видео. Итак, начала я делать свой мерч, как вы поняли, с открыток. Таких вот 10 на 15. Затем после них я посидела и подумала. И приняла решение, что нужно делать визитки из этой бумаги тоже. Все пока делается вручную. То есть я пишу свой ник, пишу там ссылки на меня. Конечно, в будущем хотелось бы все это автоматизировать. Приобрести, возможно, какие-то там штампики, чтобы просто печатать на бумагу и все. Но пока на это нет денег. Естественно, потому что я еще не богатые мерчи делала. Но да, куда же без визиток. Потому что визитки можно положить к себе на стол на арт-маркетах. Также положить на полках визитки. И еще я кладу их в посылки людям, которые заказали у меня в первый раз. И еще мои визитки есть в одном мерче. Прям внутри мерча. Но об этом чуть попозже. Это самый последний вид мерча, про который я вам расскажу. Ну, почти сам последний. Ладно. Еще сначала я делала эти визитки прямоугольными. А потом у меня дома появился угловой дырокол. И я начала закруглять свои визиточки. Мне кажется, это смотрится более прикольнее. После создания визиток мне в голову пришла еще идея для бирок. Но бирки мы с вами оставим для другого видео. Потому что, во-первых, я еще их не сделала. А во-вторых, у меня немножко такие планы на них. Другие, так скажем. Поэтому вместо бирок я сделала просто маленькие открыточки. Которые можно вложить там в кошелек, под чехол. Ну, цветы иногда, вот знаете, кладут такие тоже маленькие открыточки. Где там что-нибудь написано, там, типа, любимый. Еще кладут, наверное, в конверт с деньгами иногда. Они тоже такие прямоугольненькие, почти под размер визиток. И я вот думаю, что, возможно, их углы тоже нужно будет потом закруглять. И превращать в более такие круглые прямоугольники, так скажем. Но пока об этом я думаю. Пока у меня только все с острыми углами, все эти маленькие открыточки. Конечно же, весь мерч, который я делаю с этой бумаги. Это открытки в основном. Ну, оно и понятно, наверное, почему открытки. Потому что что еще делать из бумаги, как бы. Конечно, мне пришли и другие идеи. Еще какие можно сделать из бумаги. О них я еще расскажу в этом видео. Но снова мы переходим к открыткам. Но в этот раз я купила дырокол, уже другой, в форме сердца. Там, конечно, такая история с этими дыроколами. Это просто жесть. У меня их столько набралось за все то время, что я делаю эти все открытки. Я об этом много раз жаловалась у себя, опять-таки же, в Телеграме. Ну, как жаловалась. Я смеялась над своей тупостью, скорее всего, наверное. Из-за того, что бумага имеет такую вот текстуру шероховатую. И в ней иногда застревает дырокол. В общем, он просто сам не выходит. Ему нужно помочь. И, естественно, как я помогала дыроколу? Я либо давила на дырокол. Там в серединке есть такая вот дыра. И на нее можно как бы надавить. У некоторых дыроколов не у всех, естественно. Либо я выбивала. Потихонечку выбивала, как молоточком стучала, так скажем. И, конечно же, от этого дырокол портится. Я так сломала два дырокола точно. А нет, три дырокола я так сломала. Но один был с Алика. Он был хлипким и так изначально. Я на него уже не ставила никаких своих надежд. Но он был хорошим. Он как бы выдавливал хорошо. Но вот он сломался тоже. Из-за таких вот действий моих. А один у меня сломался. По причине того, что я... Это вообще был мой самый первый дырокол. Я как раз таки выбивала ножницами. То есть я прям забивала то место, чтобы оно выбилось. Естественно, я испортила саму вот эту вот кайму. Которая делает сердца. Я, конечно, не знаю, в чем прикол именно фигурных дыроколов. Потому что, например, у меня есть круглый дырокол. Помощь которого я делаю гирлянды там и так далее. Он не застревал ни разу. То есть он как-то хорошо вот пробивает. Это, возможно, дело в форме, в фигуре. Потому что круг более простая фигура все же. А сердце там, получается, три точки соприкосновения с бумагой. Возможно, это сложнее. Ну, короче, я не знаю. Я в этом не разбираюсь. Но мне очень обидно, что круглый дырокол делает все хорошо. А вот сердечный нет. И на дыроколы, к сожалению, я вот прям очень много потратилась. Конечно, я не рассчитывала на столько денег. Ну, что ж поделать, раз вот хочется делать такое. Ну, а нужен мне был дырокол изначально, чтобы я могла делать конфетти, которые я могла бы засыпать там в посылки, в мерч. Ну, и потом я еще решила конфетти продавать, потому что оно прикольное, красивое. Можно украсить как дневники. Например, некоторые эти сердечки клею в дневник свой. Или вот так же украшать посылки всякие прикольные, как мне кажется. Их покупали даже, да. Я, на мое удивление, думала, никто не купит. Ну, нет, их покупали, несколько штук. Ну, потому что, наверное, это выглядит необычно, мило, плюс приятно тактильно. Ну, и, конечно же, возвращаясь к открыткам, я это покупала все ради открыток. У меня вот есть большой дырокол на 16 мм и есть маленький на 9 мм. И я еще хотела прям совсем маленький купить дырокол. Ну, как хотела, я его и купила. Там что-то на полтора, по-моему, миллиметра. Или на 3 мм. Но, каждый раз мне привозили почему-то какие-то непонятные напальчники вместо дырокола. Это с Алика были заказы. Я не знаю, что это такое было. Я опять-таки же про это рассказывала в телеграм-канале у себя. Я заказывала у двух разных продавцов. И эти два разных продавца мне два раза прислали напальчники вместо дырокола. Один мне даже не хотел возвращать деньги. Он такой, ну, блин, но мы же вам отправили товар какой-то там. Давайте мы вам половину вернем. Но, и там не половина цены была, а он там хотел мне вернуть процентов 30 от товара. Я такая, господи, ужас какой-то. В общем, да, было обидно, конечно. И больше я этот дырокол не пробовала заказывать. Он есть на Азоне, но на Азоне он намного дороже. Поэтому я пока жду и думаю, нужен ли мне вообще такой вот прям маленький дырокол. Потому что этот большой дырокол на 16 мм и на 9 мм, они прям, мне кажется, идеальны по размеру. То есть тот, который на 16 мм, я его использую для вот таких квадратных своих открыточек. Я там придумала 6 вариантов надписей. Возможно, когда-нибудь я сокращу это количество надписей, потому что это слишком много, как мне кажется, я не знаю. Либо я их поменяю, либо, возможно, когда-нибудь я сделаю единым набором, там по 3 штуки, например. Особенно это актуально будет для Азона, потому что на Азоне так будет дешевле купить. Сразу 3 открыточки вместо там одной. Потому что на Азоне там бешеные комиссии, это просто ужас какой-то. Может быть, когда-нибудь я вам расскажу и про Азон, почему я на него решила выйти. Но это нужно будет, наверное, на подкасте моем рассказывать, где я буду рассказывать про, в принципе, мерч. Также я делала ценники для арт-маркета, но пока ни в одном арт-маркете я не участвовала. И пока не видно на горизонте тот, в котором я бы могла участвовать и позволить себе денежную аренду. Ну, в общем, да, я вот делала такие еще ценники, но сейчас они мне что-то как-то не нравятся. Я хотела бы их переделать. Я видела, что на Азоне был такой большой прям дырокол в форме сердца. Но, я не знаю, у меня такое чувство, как будто мне это приснилось. Потому что найти его я не смогла. Возможно, он просто кончился, но я его просто не смогла найти. Я его сколько вот смотрю и ищу. Каждый раз его нету. Есть только вот на 9 и на 16 миллиметров. И вот я бы хотела, возможно, этот дырокол купить, если он все-таки существует. И просто наделать, опять-таки же, из своей крафтовой бумаги эти сердечки большие. И просто эти сердечки потом налепливать вместо ценников на арт-маркетах. Мне кажется, выглядит тоже довольно-таки миленько. И из почти такого последнего, что я делала из бумаги, это гирлянды. На Новый год я делала такие вот гирлянды из картона. И я просто покрасила акрилом их красным. И потом поняла, что у меня же вот есть отличный вариант для гирлянд. Это моя бумага. Она такая же, в принципе, может быть плотной. То есть, если я чуть погуще замешаю эту пульпу, то она будет такой вот прям как картон на самом деле. Поэтому выбор для следующего мерча был очевиден. Когда я делала эти гирлянды, у меня еще не было в голове, что я хочу, чтобы мой магазин был в каких-то определенных цветах. Я просто делала из того, что есть. А у меня были бумажки из желтого, зеленого и серого цвета. Но теперь я понимаю, что я хочу, чтобы мой магазин был примерно в одних цветах. По крайней мере, бумажный мерч. А именно, чтобы он был в розовых, фиолетовых, голубых цветах. Потому что, во-первых, это создает какое-то единство на полке. Во-вторых, выглядит это, да, вот из-за того, что на полке выглядит красиво. Я как раз, когда расставила свои штучки в твоей полке, у меня там такой розовый островочек был, такой миленький. Потому что вокруг меня все было такое немножко бежевое, такое пастельное. И тут я со своим розовым цветом. Ну, розовый, конечно, не вертегласный, такой миленький тоже пастельный розовый цвет. Но мне прям очень понравилось, как это выглядит. Я поняла, что вот эти вот розовые, фиолетовые, голубые цвета, это вот мои цвета. Мне они очень нравятся, как бы, и почему бы и нет. И, в-третьих, это изготовление, потому что, естественно, бумагу я эту крашу. Крашу я ее гуашью. И покупать, как бы, эти банки с гуашью выходят довольно-таки дорого, если покупать их много цветов. А так, я купила себе там красного-голубого цвета. Я вот могу голубой намешать, по сути, у меня есть готовый голубой, красный намешать. И между собой эти цвета смешать, и вот у меня фиолетовые получатся уже. И это, как и для меня, выходит, как бы, дешевле в изготовлении. Плюс мне не нужно распыляться на все эти цвета. То есть, например, чтобы сделать мне одну эту гирлянду, мне нужно, как минимум, два дня. Потому что мне нужно это все, во-первых, перемешать, там сделать пульпу, растворить эту бумагу. Потом все это, как бы, выложить на ткань, чтобы это все высохло. Сохнет это примерно сутки, иногда две, смотря какая толщина бумаги, какая температура в комнате. Ну и потом все это нарезать, как бы, продеть через веревку, там, и так далее. То есть, как бы, два дня это довольно-таки много. И мне же не одну гирлянду нужно сделать, там, хотя бы штук пять, чтобы она у меня была в запасе. Если я буду на каждый такой цвет распыляться, там, и желтый, и зеленый делать, то это будет очень долго. И плюс, я не чувствую себя в желто-зеленых цветах. Как я уже сказала, мне очень нравятся розово-фиолетово-голубые оттенки. Именно вот в бумажном таком мерче. Конечно, да, у меня есть, например, стикер-пак с кусимиркой рыжей. Я ничего против этого не имею. Но вот именно бумажный мерч, я хочу, чтобы он был такой более-менее в однородных цветах. Поэтому сейчас я делаю только вот в этих трех цветах. А еще у меня есть гирлянды с лапками. Как-то у меня кошка прошлась по бумаге, и мне очень понравились эти следы. И мне как-то не хотелось оставлять это так без внимания своих кошечек, опять-таки же. Поэтому теперь мои кошки работают на меня за еду, да. Так что, да, есть еще уникальные гирлянды с лапками. Они, конечно, чуть дороже, потому что их производство чуть труднее. Кошки, к сожалению, не понимают, что для них это работа, и нужно делать это. Ну, я как бы не могу их тоже заставлять. Они мне там сделали 2-3 следа, оставили, и все, я их отпустила гулять уже. Их меньше, естественно, в продаже. Их там всего на данный момент по 3-4 штуки на каждый цвет. Я думаю, больше их и не будет именно в плане... Даже если они у меня кончатся, то я все равно буду делать по 3-4 штуки каждый раз. Потому что, опять же, я говорю, их просто трудно делать. Очень трудно. И этикетку, бирку к этим гирляндам я тоже делала, естественно, сама из своей же бумаги. Да, и всякие этикетки, бирки я тоже делала из этой бумаги. Например, у меня есть такие подложки для моих магнитов и пинов тоже из этой бумаги. Вот бирки для гирлянд. И под гирлянды я прям старалась подбирать под каждый цвет, чтобы он подходил к цвету гирлянды. Сама бирка подходила. То все таких вот в одинаковых цветах примерно было. Я уже упоминала в этом видосе угловой свой дырокол. И я его использовала не только для визиток, но также я их использовала для вот таких вот открыточек небольших. Они 9х12 см. И они мне нравятся больше, чем 10х15 см. Потому что 10х15 см, мне кажется, прям такими большими. Хотя их тоже берут. Но 9х12 см они какие-то такие прям миниатюрненькие. Они и не маленькие, и не большие. То есть такие вот прям среднего размера, как мне кажется. И они будут продаваться по 2 штучки в наборе. Потому что идея их сделать мне пришла как раз тогда, когда я вышла на Озон. На Озоне продавать по несколько штук какие-то вещи более выгодно, что для меня, что для покупателя. Их всего 4 вида я сделала. Я также взяла те фразы, которые были на открытках 10х15. Я эти открытки объединила примерно по смыслу. То есть, например, у меня есть открытка с DR, короче. И, естественно, как мне кажется, естественным для этой открытки пара это с НГ, короче. То есть, например, человек покупает открытку на чьё-то день рождения. И у него будет ещё одна открытка, которую он может подарить потом на Новый год кому-то, допустим. Ну и для них ещё нужно было продумать упаковку. Потому что если, например, на Озоне и ВК люди видят, какие открытки есть в упаковке, какие они покупают. То, например, на каких-нибудь арт-маркетах и оффлайн-полках люди не видят, что там внутри. То есть, они не могут открыть эту упаковочку, так скажем. Поэтому мне нужно было как-то обозначить, что открыток две. И обозначить, какие там есть именно открытки. Я как раз купила принтер для Озона, чтобы печатать штрих-коды. И я поняла, что этот принтер можно использовать ещё в качестве таких наклеек временных, так скажем. Потому что я хотела, в принципе, делать наклейки со своим ником, со своим логотипом, чтобы клеить их на посылке. Но заказывать это выходило как-то дороговато. И вот как раз-таки я увидела, что оно хорошо печатает. Этот принтер хорошо печатает такие чёрные-белые стикеры, назовём их так. Конечно же, можно купить разноцветные сами стикерочки, что я и сделала. Я купила розового цвета, естественно. Просто сделала макет самый простой, самый обычный. Где написала, что в наборе две штуки. Написала, какие открытки, названия открыток. Ну и ник свой оставила, естественно. Но, конечно, это приключение получилось на три часа. Я не знаю, в чём проблема оказалась у принтера. Но почему-то она печатала криво, не допечатывала. У меня вот есть такой отрывок, где я рассказываю подробнее. Я наконец-то победила этот принтер. Вы просто посмотрите, сколько я тут вот выпечатали. Это вот, 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 ещё вот, ещё вот столько примерно я пыталась напечатать. И вот тут на квадратных прямоугольных мы пытались печатать. Но я наконец-то победила, поняла, как это делается, в чём, короче, проблема была. Проблема была в том, что, где бы найти, конечно, он печатал мимо. Нет, это уже то, что он не печатал мимо, сейчас я найду. В общем, вот, если посмотреть, то он печатал слишком либо наверху, либо вот тут вот он не пропечатывал ник зачем-то мой. Ну, иногда вот нормально что-то получалось. Вот, иногда вот так вот получалось, что он на два делил. Вот, и это иногда смещал, иногда тут не пропечатывал. И, короче, спустя часа, не знаю, три, наверное, вот у меня примерно вот такое вот получилось дело. Вот, я поняла, как это сделать. Вот тут ещё пока не до конца, вот это ещё нужно перепроверить. Но вот это для открыток, что я печатала, у меня получилось. И вот для упаковок эти наклеечки тоже получились с ником, с логотипом, так скажем. Теперь такие красивенькие будут. Вот, это ужас, я так, конечно, устала, но я справилась. Теперь главное эти файлы сохранить. Вот, и всё. В общем, да, я на самом деле всё ещё не понимаю, почему принтер не печатает в определённом месте на этих круглых этикетках, потому что я думала, что может быть проблема в головке принтера или ещё в чём-то. В самом принтере, я думала, проблема. Но на других этикетках он печатает снизу и сверху. У него нет проблем с пропечатыванием по краям этикетки. И я делаю вывод, что, наверное, проблема в самой этой бумаге, в самих этих наклеечках. Потому что есть наклеечки, где он пропечатал также снизу и сверху, всё хорошо. А есть вот такие, где вот прямо как будто бы ровно по полосе он не напечатал. Поэтому мне пришлось чуть уменьшать сами макеты. Но теперь у меня есть наклеечки для моих открыточек, для упаковок. Теперь понятно, что внутри. Также теперь у меня есть наклеечки, где написано проверено котиками. Потому что каждая посылочка проверяется котиками. Так что, если вы находите шерсть или волосы, это волосы и шерсть моей кошек. Не пугайтесь. Ну и, естественно, со своим логотипом, который я делала специально для Озона, у меня тоже теперь есть наклеечка, которую я буду клеить на посылочке. Ну и самое масштабное, что я делала из этой бумаги, самое сложное для меня, как казалось. И для чего как раз таки мне нужен был угловой дракол изначально вообще. Это боксы с важными открытками. Или словами для души, как я их назвала. И эти самые боксы, коробочки, в которых эти открытки хранятся, я также делала вручную из этой же бумаги. И вот когда я их делала, я уже была на грани бросить эту идею. Я думала, нет, все какая-то хрень, не получается. Эти боксы у меня сделать, коробочки, что-то все рвется. Не так все. Я не знаю, как прорезать, я не знаю, какую толщину бумаги выбрать. Идеально, чтобы бокс не развалился в руках. И получалось то слишком тонко, и бумага рвалась, то слишком толсто, и она все равно рвалась. И пришлось прямо на ходу переделывать макет этой коробки, потому что изначально макет, который я планировала делать, он не подошел, потому что стенки получились слишком толстыми. Из-за этого бумага по углам начинала рваться, потому что было большое давление на углы. Но у меня все получилось с попытки, наверное, четвертой и пятой. И я, как поняла, что у меня получается сделать бокс, и я уже приступила к открыткам. Заранее подготовила уже 15 фраз. Я думала, сколько же по итогу сделать. 10 казалось как будто бы мало, 20 как будто бы уже слишком много, потому что я же еще в параллельно это считала, сколько это выйдет в цене, чтобы это было не слишком прям так дорого, не слишком как-то мало открыток и дешево, так скажем. Я вот выбрал такое число 15 открыточек небольших. И, как говорится, на вот этой вот дополнительной открытке, эти фразы когда-то хотела услышать я, и теперь я их говорю тебе. Вот. Я просто хотела дать некую поддержку людям, наверное, этими открыточками. В принципе, наверное, все мои открыточки, они такие немножко поддерживающие, чтобы человек держался в тонусе, не падал духом. Если что, шел к психологу и сказать этим людям, что они не одни, что я их понимаю. И такие открытки, как мне кажется, из-за того, что они небольшие, они там 5,5 на 8 сантиметров, по-моему, каждая открыточка. Их можно себе в дневник вкладывать, можно также под чехол вкладывать, или в кошелек, или вешать куда-то там на стену. То есть некоторые люди же украшают на стене, там вешают всякие разные открыточки, постеры. И вот можно, мне кажется, и туда что-нибудь так повесить, эту открыточку небольшую. И оно будет как такое милое напоминание каждое утро для тебя. И можно по настроению их менять, потому что как бы 15 штук, это как бы немало. Можно по настроению их на этой своей доске менять. Или также можно их кому-то подарить вполне. Ну или еще можно делать так, например, хранить все в коробочке, и каждое утро, например, доставать рандомно какую-то фразу, и, например, весь день на эту фразу опираться, и держать себя в тонусе и в духе, так скажем. Я вот неудавшейся открыточке клею себе дневник. Конечно же, да, естественно, получается... Ну не то, чтобы много брака, но брак, естественно, он есть. Там либо фраза как-то криво написана, либо мне не нравится почерк на этой открыточке, либо как-то она уехала не туда, либо открыточка чуть-чуть порвалась. Я их оставляю себе открытки. Я редко их отправляю на переработку, потому что мне очень нравится, как они выглядят в дневнике. Некоторые из них у меня просто лежат на столе, и я иногда на них смотрю и такая, о, точно. Например, сейчас у меня лежит открытка с фразой «Быть лучше, чем вчера». Я каждое утро, можно сказать, смотрю, и у нее такая, да, сдаваться нельзя. Торобочку, как я уже сказала, назвала «Слова для души», потому что эти все слова, эти все фразы, они греют мне душу. Я хочу, чтобы они согрели еще чью-то душу, кроме моей. И даже когда я на эти открыточки уже смотрела, когда я их уже все сделала, я на них вот смотрела, и мне казалось, что это не я сама себе написала эти фразы, а вот кто-то близкий, там, родной подошел, такой сказал мне это приятное слово, или подарила эту открытку с приятным словом, выражением, словосочетанием. Посмотрела со стороны, так скажем, что ли на эти открытки, не знаю, как будто бы это не мое. Как будто бы не я делала. И если эти открыточки зайдут, у меня уже есть идеи и на второй такой же бокс. У меня есть несколько фраз уже, которые мне еще пришли за это время, какие я бы хотела услышать сама когда-то там давно, и которые я часто повторяю себе в голове. Ну и немножко такой отличающийся мерч от всего мерча, который я делала, это конвертики. Я эти конвертики сделала, когда у меня оставалось несколько таких прям больших листов бумаги. Я такая, блин, что с ними можно сделать? Они так-то красивые, но хочется с ними сделать что-то другое, не открыточки. Я решила, что нужно делать секретные конвертики, или конвертик знакомств, как я их назову. Я видела у многих авторов, что они делают такие типа мини-боксы, мини-конвертики тоже, мини-посылочки, куда они вкладывают просто какие-то рандомные вещи, то есть там стикер-паки рандомные, закладки рандомные. И то есть человек не знает, грубо говоря, что он заказывает. Ну так, он знает, что там будет в этом боксе, но не знает конкретно, какой именно товар будет, потому что у авторов как бы есть несколько видов закладок, несколько видов стикер-паков. Естественно, что угодно из этого может попасть в этом тайном боксе, назовем это так. И мне эта идея очень нравится на самом деле. Я даже себе присмотрела несколько тайных боксов у других авторов. Я их, конечно, хочу купить, но у меня пока нет денег. Мои все деньги пока уходят на разработку мерча, на печать и все остальное. В общем, да, я себе прям присмотрела. Мне такое, правда, нравится. Мне нравится такой немножко элемент сюрприза. У меня вот есть видос про мою гачу из пинов и магнитов. Я там как раз про все эти сюрпризы рассказываю, как это приятно получать. То есть ты вроде бы знаешь, что там внутри находится, как киндер-сюрприз, да? Ты знаешь, что там находится игрушка внутри, игрушка животного какого-то. Но какого именно ты не знаешь. И что тебе пойдет, попадет, ты тоже не знаешь. Там повторка, не повторка. Поэтому мне прям сама идея очень этих тайных конвертов нравится. Плюс, почему я решила назвать конверт знакомства, потому что я хочу туда вложить как раз такие рандомные открытки рандомных размеров. Ну, естественно, размеры меньше, чем 9х12. То есть вот самая большая открытка туда влезает, это 9х12 открыточка. Вот с нее начиная и меньше какую-то из этих открыточек я буду вкладывать туда. Возможно, несколько открыточек буду вкладывать туда. Также я планирую еще сделать много стикер-паков 10х10 размера, потому что мне очень нравится такой вот квадратный круглый размер. Поэтому я бы хотела сделать хотя бы примерно поровну стикер-паков квадратных и таких прямоугольных, более-менее вытянутых, потому что эти квадратные стикер-паки как раз-таки можно будет вложить в эти конвертики. Я человека познакомлю со своим творчеством, так скажем. То есть я вложу открыточку, как я уже сказала, вот этот вот стикер-пак какой-нибудь 10х10, и еще вложу туда рандомные стикер-паки, ну то есть как рандомные, штучные стикер-паки. Вот я повырезала себе стикеров с лишних наборов, или как это назвать. В общем, когда мне моя типография отправляет стикеры, они мне еще докладывают там по 5-4 штук лишних каждый раз, и я вот их оставляю себе, и некоторые из них у меня отправляются либо в мой дневник, приклеиваются. Некоторые из них вот я довырезала вот так вот, сделала из них одиночные стикеры, и вот эти одиночные стикеры я также буду вкладывать в эти конверты. Обязательно в этих конвертах будут кусимирка и жрабок, потому что это как бы неотъемлемая часть меня. И плюс еще какие-то рандомные с моих других стикер-паков, там с животинками, дневниковыми стикерами. И еще специально для этого конверта я заказала сургучную печать. Я очень хотела сургучную печать, я даже знала, на что их как раз таки использовать. Я думала вот про эти конверты. Еще я думала, его использовать возможно в посылках, но пока думаю, потому что для посылок это возможно будет немножко дороговато сейчас для меня. Но возможно когда-нибудь я сделаю еще тайные боксы. У меня уже есть идея для тайных боксов, просто для этих тайных боксов нужно допечатать всякое, доделать всякое. И как раз таки можно будет создать тематические тайные боксы. Вот для этих тайных боксов также можно использовать сургучную печать для оформления. Но это уже немножко... Я опять забегаю вперед. В общем да, я решила, что я хочу запечатать эти тайные конвертики, конвертики знакомства с сургучной печатью. Я бы конечно хотела, чтобы эта сургучная печать была именная. У меня есть уже мой логотип, как раз таки, который я делала для Озона. Когда-нибудь я планирую сделать штампики с этим своим логотипом и возможно сургучную печать заказать с этим своим логотипом, потому что мне очень нравится эта идея вот именно сделать все авторское. Но пока я заказала с Алика там печать, которая более-менее мне понравилась, подходила по цене. И конечно же в виде лапки. Надеюсь в скором времени смогу заказать прям свою именную, своим логотипом. Ну и конечно же сам сургуч будет в голубых, розово-фиолетовых цветах. Как уж без этого. Вот на этом у меня все. Это все, что я сделала за этот год. Как я уже сказала, у меня еще есть идеи для мерча из бумаги. Все ссылки, где можно купить мой мерч, я оставлю в описании. Все ссылки на свои другие соцсети тоже будут в описании. Присоединяйтесь там в Телегу, ВКонтакте. В Телеге я показываю все раньше. Так что присоединяйтесь, я буду рада вашей поддержки даже в виде просто подписки или лайка. Для меня это сейчас очень важно. Спасибо, что прослушали меня, просмотрели. Хорошего вам всем дня, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok